Ребят, всем привет! Сегодня хочу поговорить о путешествиях, о велопутешествиях, о велопутешествиях с большим объемом груза. Как видите, я решил эту проблему велосипедом и прицепом. Не только прицепом, есть еще велосумки сзади и спереди, в которых размещается свой скарп, но у меня есть необходимость ввозить с собой много вещей и при этом еще собаку. Хочу сегодня с вами сделать небольшой обзор велоприцепа Cargo Bits. Знакомый всем велосипед формат 5222 и велоприцеп Cargo Bits. Хочу сразу обратить внимание на такую тонкость как фаркоп. На формате 5222 грипсы не позволяют прикрутить к штатному месту фаркоп. Я соорудил такую незадачливую приблуду, которая позволяет мне прикрутить фаркоп. Тем самым я снял напряжение с крепления велосипедного, чтобы раме велосипеда было гораздо легче и лишнее напряжение разошлось полностью по всей раме. Возможно эта конструкция еще будет претерпевать доработку. На сегодняшний день она просто проходит испытания. Здесь у меня штатное крепление вкручено и под этим саморезом, болтиком тоже вкручено в штатное крепление и там она законтрогаема. Сам прицеп достаточно вместительный. Конечно в грязную погоду он будет забрасываться из-под колеса песком, водой и так далее. Но если посмотреть внутрь, то там достаточно чисто. Конечно его надо будет еще доработать. На вопросы как он рулится, конечно он рулится не так как один велосипед. Ты все равно чувствуешь, что сзади у тебя есть груз, особенно когда этот груз чем-то наполнен, потому что вес самого прицепа 16 килограмм. А когда ты в эти 16 килограмм засовываешь например еще и собаку, уже получается около 50 килограмм. Вес ощутим. И например на трансмиссии велосипеда формат 52-22 при подъеме в гору мне не хватает большей вариации трансмиссионной. Хочется передачи, которые еще легче позволяли бы крутить педали. С этим прицепом я уже достаточно много покатался, могу что-то сказать. Конечно как и вся любая вело техника, она требует частого ухода. Ей приходится например колеса смазывать и так далее. Сама по себе конструкция алюминиевая. Ну как бы 16 килограмм все равно ты никуда не денешь. Когда я катался и возил грузы например 20-25 килограмм, ты сильно не чувствуешь. Единственно на спуске, когда ты едешь на спуске, приходится дольше и больше оттормаживаться. Поэтому я принял решение на велосипеде применять тормоза большего диаметра и поставить 180 тормоза, чтобы эффективность торможения при спуске, например при путешествии на Кавказе не терялась. Все равно тормоза будут греться при учете больших перепадов высот при подъемах или склонах. Ты эффективно работаешь тормозами и большая нагрузка сзади, которая давит тебе на велосипед. 160 тормоза справляются не очень хорошо при учете, что сам велосипед еще будет загружен вещами порядка 40 килограмм. Сзади будет на велосипед давить еще порядка 55 килограмм. Нагрузка достаточно большая и все необходимо продумывать достаточно детально. Если говорить о необходимости велоприцепа и кому он может потребоваться, я бы наверное рекомендовал его людям, которые едут далеко и с очень большим объемом груза. Например, я собираюсь поехать в достаточно большое велопутешествие в Мурманск и у меня будет со мной собака. Соответственно груз будет расположен как на самом велосипеде и собака будет ехать в прицепе. И прицеп будет дорабатываться. Дополнительно на прицепе будут висеть сумки по бокам и спереди. И сам прицеп будет немножко модифицирован, потому что его высота и его длина не позволяют собаке с комфортом располагаться. Дно здесь сделано не очень из прочного материала. Это какой-то пластик, достаточно тонкий пластик. Он легко прогибается, несмотря на то, что здесь металлическая конструкция, удерживающая, но все равно будет дорабатываться эта схема. Изнутри видно щели. Давайте полностью откроем. Снимается чехол достаточно легко. Вот, например, сумка из-под штатива. Она порядка 40 сантиметров. Соответственно, отдельные параметры прицепа я напишу. По вместительности для вещей он шикарен. Для перевозки сумок, рюкзаков, еще чего-то. Если вы не хотите одевать сумки, подцепили прицеп и доехали. Светоотражающие элементы вокруг вы будете заметны. На дороге вас будет достаточно легко определить. Но все равно я бы рекомендовал на заднюю часть еще поставить какой-нибудь красный элемент, фонарик, который дополнительно привлекал бы внимание водителей. Ребятки, если велопутешествие вам нравится, если вам нравится узнавать что-то новое, смотреть, развиваться. Просто купили велосипед, абсолютно любой, и поехали. Взяли рюкзак и этого вполне будет достаточно. Люди, которые хотят уехать далеко и надолго, вынуждены приобретать какие-то дополнительные девайсы, типа сумок, прицепа. Если вы еще едете в компании или не один, соответственно, вам еще больше потребуется продуктов, а это еще больше места под все эти продукты, вещи и так далее. На своем личном опыте могу сказать, что лично мне сумок не хватает. Я люблю комфорт, люблю путешествовать с комфортом. У меня достаточно большой спальный матрас, у меня достаточно большая теперь палатка, и я езжу с собакой. Соответственно, у меня достаточно большая потребность в дополнительном пространстве. Велоприцеп – хорошее там решение. Путешествуйте, узнавайте мир, совершенствуйтесь. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok